Всем привет! Первый месяц весны уже подходит к концу, а у меня за окном метет снег, представляете? Как же мне надоел этот холод и серость! И я решила поднять себе настроение и создать свою собственную маленькую весну у себя в комнате. Добавить в интерьер ярких красок, парящих бабочек и нежных цветочков. Если вы тоже хотите украсить свою комнату, поднять настроение и зарядиться позитивом, смотрите мой мастер-класс. Поехали! Первым делом мы сделаем вот такую милую и нежную подушечку. В пыльном сундуке у любимой бабули находим старый свитер. Это будет основа нашей подушки. Выворачиваем свитер наизнанку. Это мы делаем для того, чтобы детали подушки лежали лицом к лицу. Из газеты я вырезала квадрат со сторонами 40 сантиметров. Это будет выкройка. Обводим выкройку на свитер. Чтобы ровно вырезать, две детали по периметру квадрата зафиксируем булавочками. Теперь спокойненько вырезаем квадрат, не боясь, что нижняя деталь сдвинется. Не вынимая булавочек, склеиваем две детали вместе. Оставим небольшое отверстие, чтобы вывернуть изделие и наполнить синтепоном. А вот теперь можно уже снять булавочки. Выворачиваем склеенные детальки. Но прежде чем наполнять подушку, задекорируем ее. Для этого возьмем фетр или кухонные вискозные салфетки. Нам нужно вырезать из салфеток красивых бабочек. Для этого воспользуемся шаблончиком. Вы можете найти много разных бабочек в интернете и сделать свой шаблон. А можете воспользоваться моим. Ссылочку я оставила в описании. Когда все бабочки готовы, раскладываем их на подушки и смотрим, как хотим приклеить. Приклеиваем их с помощью горячего клея. Я приклеиваю только тело бабочки. Хочу, чтобы крылышки были подвижными. Так бабочки будут смотреться объемнее и живее на подушке. А вот теперь можно напевать подушку. В качестве наполнителя я взяла синтепон. Вы можете воспользоваться и другими наполнителями. Например, холофайпером или силиконовым наполнителем. Осталось только заклеить отверстие. И вот такая классная мягенькая подушечка получилась. Она мне поднимает настроение. И напоминает, что уже совсем скоро будет тепло, солнечно и вокруг будут порхать бабочки. В общем, я в восторге от своей новой подушечки. Приступаем к еще одним бабочкам. Да, в этом видео очень много бабочек. Сделаем очень красивый элемент декора. Рамочку с летящими бабочками. Нам понадобится цветная бумага, нескольких цветов. Можно взять бумагу в одной цветовой гамме, но разных оттенков. Тогда получится очень красивый эффект. С помощью шаблончика обводим и вырезаем много бабочек. Ссылка на шаблончик есть в описании. Это тот же самый шаблон, что мы использовали для подушки. Только его нужно уменьшить до желаемых размеров. Нам нужно из простой плоской бабочки сделать парящую и грациозную. Для этого воспользуемся линейкой. Какие красавицы у нас получились! Берем рамочку, подходящую по цвету к нашим бабочкам. Размер моей рамки 15 на 21 сантиметр. Вынимаем стекло. Оно нам не понадобится. И вставляем белый картон. Осталось только приклеить бабочек. Наносим клей только на туловище бабочки. А крылышки оставляем в свободном полете. Приклеиваем бабочек, как будто они летят ввысь. И делаем постепенный переход цвета. Вы можете составить свою оригинальную композицию и сочетание цветов. И не забудьте поделиться со мной своим творением. Загрузи фоточки ко мне в альбом ВКонтакте. Мне будет очень интересно посмотреть. Ну вот, собственно, и все. Обычная рамочка превратилась в яркую оригинальную объемную картину. Как же здорово получилось! Смотрится очень нежно и воздушно. И, конечно же, какая весна без цветов! Напоследок мы сделаем композицию из вот таких красивых, объемных и нежных цветочков. И, как всегда, это будет легко и бюджетно. Возьмем гопрированную бумагу желаемых оттенков. Вырезаем из нее квадраты со сторонами 15 сантиметров. На один цветочек нам нужно 6 квадратов. Сворачиваем стопочку квадратов в гармошку. Находим серединку. И отрезком проволоки фиксируем гармошку, чтобы она не развернулась. Закругляем края, чтобы у цветка получились лепестки. Расправляем гармошку. Теперь каждый лепесточек отделяем друг от друга. Делаем это очень аккуратно, чтобы случайно не порвать бумагу. Гопрированная бумага бывает разной плотности. Для этих цветочков я вам советую найти бумагу как можно тоньше. Тогда цветы будут смотреться более воздушно. Когда все лепестки подняты, придаем форму цветочку. Теперь берем деревянную шпажку и накручиваем на нее цветок. Я шпажку разломала пополам, потому что вазочка у меня будет невысокая. Вы же смотрите по высоте своей вазы. Очень красивые цветочки вышли. Ну а в качестве вазы я взяла гигантскую чашку. Стояла на кухне одинокая, без дела. Тут-то я ее и заприметила. Просто так цветочки стоять в чашке не будут. Они повыпадают. И тут нам на помощь придет рис, который я незаметно стянула с кухни вслед за чашкой. Засыпаем его в чашку и теперь цветочки отлично садятся в чашку и не выпадают. Красивая и по-настоящему весенняя композиция получилась. Просто глаз не отвести. Вот и все. Моя комната наполнилась весенним настроением, чего и вам желаю. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пальчики вверх и не забудьте подписаться на мой канал. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok